Зачастую многие люди при первой встрече делают все, чтобы привлечь и удержать внимание партнера и, казалось бы, контролируют ситуацию, слова и действия, но при этом знакомство заканчивается неудачей. Давайте разберемся, почему так происходит, какие типичные ошибки при этом совершаются и как их следует избегать. Какие основные причины могут помешать правильно наладить контакт? В первую очередь это неуверенность в себе, заниженная самооценка. Это неумение строить коммуникативное взаимодействие с человеком, то есть неразвитые коммуникативные способности. Это интровертированность, что это такое? Это направленность на себя, когда человек в большей степени находится сам с собой, своими размышлениями и у него ограниченное количество контактов. Если рассматривать женские ошибки, то здесь речь идет о постоянных расспросах, неуверенном или нервном поведении, сильной демонстрации своих достоинств и чрезмерной жестикуляции. Не очень хорошее впечатление на мужчину, да и вообще окружающих, производит неправильная речь, странные фразы или неуместный смех. Чрезмерная сентиментальность также раздражает. Безусловно, ваша доброта и отзывчивость всегда будут плюсом, но истерические рыдания по поводу, например, болезни любимой собачки 10 лет назад вызовут у него чувство недоумения и неловкости. Конечно, у вас могут быть объективные причины для беспокойства, но это не повод нервно сжимать пальцы, раскачивать ногой или накручивать на палец пряди волос. Остроумие, удачные шутки и милая улыбка – вот ваше главное оружие, которое хорошо разрядит обстановку. Надо стараться быть самим собой в первую очередь, потому что так или иначе мы не можем всем нравиться, мы такие, какие мы есть, но если мы ведем себя открыто и откровенно, то так или иначе это будет притягивать партнера. Исследования психологов говорят о том, что в рейтинге положительных качеств, которые бы хотели юноши вить в девушках и девушки в юношах, находится на первом месте не красота и внешняя привлекательность, а доброта и понимание. Поэтому, если вы демонстрируете своему спутнику добрые отношения, понимание, умение слушать, не только говорить, но и слушать, это также привлечет внимание вашего партнера. Мужчины, стараясь покорить девушку, также совершают большое количество ошибок. Довольно распространенная презентация себя любимого в самом выгодном свете. Чтобы все прошло максимально гармонично следуйте пропорции 50 на 50. Расскажите какой-нибудь любопытный факт о себе, а затем поинтересуйтесь чем-то по этой же теме у девушки. И что немаловажно, выслушайте ее до конца. Никому не понравится чрезмерная увлеченность телефоном. Отключите его и будьте уверены, этот шаг по достоинству будет оценен. И самая грубая ошибка – обращать внимание на других девушек. Представительницы прекрасного пола обладают уникальным периферическим зрением, и в любом случае ваш жест не останется незамеченным. Нужно быть пунктуальным. Если вы собрались на встречу, постараться прийти вовремя, а лучше даже за несколько минут заранее, для того, чтобы освоиться на местности, для того, чтобы занять лучший какой-то там столик, для того, чтобы встретить девушку. Лучше всего все-таки в первой встрече немножечко выяснить общие интересы. Не надо говорить сразу же про политику, про деньги или еще какие-то моменты. Лучше подобрать такой разговор, который будет нейтральный, который будет интересен, где можно проявить чувство юмора. Самое главное – ведите себя естественно и не надевайте на себя маски. Ведь лучше всего, когда мужчины и женщины узнают подлинный внутренний мир друг друга и влюбляются не в образы, а в человека такого, какой он есть. Субтитры создавал DimaTorzok